недельная глава называется леха что в переводе означает уходи из страны ну еще интересно я бы ее назвал время идти потому что приходит всему свое время когда бог поднимает нас и призывает нас к необыкновенному пути пути своего призвания поэтому я бы эту главу назвал время идти и мы знаем что после смерти фары до фара то отец авраама у авраама произошел поворотный момент когда господь он призвал выйти из земли и идти туда куда он скажет знаете иногда а может быть часто до смерти родных и близких она такой делает поворотный момент найти в ну в нашей жизни тоже случилось когда ну ушла на небеса ну мама моей жены да то у нас был такой момент сильно и в этот момент мы потом буквально через малое время мы уехали на на миссию вот конечно бог при призвал но опять же что такие вот моменты происходит какие-то поворотные моменты потому что все таки родные и близкие это вот очень ценно для нас поэтому в жизни авраама и ведь интересно что бог его призывает именно после того как его отец он умирает я хочу прочитать 11 глава 32 стих это книга бы решит бытие там будет 11 глава 12 глава и немножко 13 главы но не всю главу я буду по чуть-чуть читать и было дней жизни фары 205 лет и умер фара в хоране и сказал господь авраам упади земли твоей от роста твоего из дома отца твоего в землю которую я укажу тебе я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя и возвеличу имя твое и будешь ты в благах благословение я благословлю благословляющих тебя что очень важно и злословящих тебя прокляну тоже очень важно и благословиться в тебе все племена земные и пошел авраам и как сказал ему господь и с ним лод и с ним лод авраам был 75 лет когда вышел из хорана и вот интересный момент да что в словах бога когда бог призывает он изначально не называет куда должен идти авраам да то есть но да вот он не называет да то есть он говорит ему в землю которую я укажу тебе интересно что если взять призвание маша моисея да то то господь он как бы говорит моисея куда он должен идти но в соответствии с призванием авраама то есть моисей он спорил он категорически как бы отказывался вот видел что я не смогу я не способен и так далее но она ну авраам написано что он не спорил с богом возможно почему но может быть господь но что пообещал ему знаете там будешь благословен будет все благословлять тебя и ну кто будет благословлять будет благословен там да размножу тебя может быть авраам так обрадовался что забыл даже спросить куда он идет это так немножко юмора ну это так мое такое знаете поэтому он как бы с богом не торговался но интересно что сравнение даст мы знаем когда бог призывал маша он он да тут есть местописание в исходе он крич туда я иду избавить от руки египтян и вести из земли сей в землю хорошую пространу течет молоко и мед землю хананеев хитеев амареев ферезеев евреев и ивусеев то есть принципе то земля была как бы хананская вот ханан сейчас как бы это находится между сирией и ливаном израилем и иордани то есть господь именно сказал именно моисей но аврааму он не сказал знаете так как мы не рассматриваем главу связаны с маша а именно с авраамом хотя призвание они где-то были похожи между собой да то есть но похоже тем что нужно было оставить все-таки привычное место и выйти но в этой главе я бы хотел поделиться некоторыми важными мыслями идеями ну что она говорит возможно это нужно вами это как-то может быть повлияет на вашу жизнь и хотя бы как минимум даст какое-то понимание вот и мысль первая мысль первая для том что авраам оставил свою землю это в том что эта зона комфорта это привязанность это наши интересы это привычный наш образ жизни и я скажу нелегко оставлять привычный образ жизни хорошо когда все уже так хорошо устроилась все есть уже дерево выросло дом уже построены как бы сын как тоже или дочь вроде так все хорошо и тут господь то есть привычный образ жизни он всегда его всегда сложно оставлять но зачастую может быть кому-то легко я не знаю может быть кого-то не может быть авраам знаете он на под хотел выйти из земли но я не думаю что у него было желание горела и так далее это первое второе авраам оставил свою родину под этим пониманием это привычки это образ мышления ставший нашей второй природой но есть вторая природа знаете интересно что то что где мы живем это все всегда вот где мы бы не находились где бы мы росли это всегда отпечатывается но в нас наши привычки там образ мышления это является нашей второй природой где постоянно идет ну конфликт что ты думаешь еще может быть все таки вот так вот как раньше как меня вот научились в чем я вырос и так далее но я просто говорю а что пришлось аврааму оставить третий момент авраам оставил свой отчий дом это взгляды и стереотипы с которыми мы выросли это семья потому что семья она непосредственно тоже оказывает но влияние и мы знаем какой семье он вырос его отец он был как бы дал и дал поклонникам поэтому это все где-то осталось как бы в его вот внутренности и это ну пришлось ему это оставить это первая мысль вторая очень важная я хочу с вами поделиться в чем она важна в том что не столь важно именно тесно почему бог он он не сказал аврааму куда он идёт да он сказал что я укажу тебе потом ты иди сначала он наобещал все что будет я благословлю тебя потомки будут благословены размножу круче все будет прекрасно но землю эти потом укажу как-то интересно и вот это опять же мои какие-то мысли с которой вот я увидел возможно это поможет вам и так не столь не столь важна точка назначения я имею ввиду в земном приобретении понятно что все мы стремимся куда мы знаем куда мы стремимся да очень важно то есть мы стремимся в небесные русали мы стремимся царство небесное скажем так и все все трудности они как бы такие не имеют значения правильно ну не имеют из моих с легкостью проходим мы переступаем эти трудности потому что мы как как написано книга евреям да что почему авраам этот вышел там ли там маша потому что он увидел город которого строитель господь да то есть и поэтому все наши трудности переживания она как бы не шо главное что мы идем но я сейчас хочу сказать о другом я говорю о земном приобретении то есть ими и смысл в том что тем кем ты станешь что что будешь иметь или что удастся тебе сделать вот в этом точка назначения она не столь важно но больше важен тот путь по которому ты идешь и куда он тебя приведет это очень важно и важно второе что важно то что ты оставил вот это для бога найти мы-то придем в точку да мы по-любому кем-то станем мы что-то приобретем мы что-то построим и так далее но это не столь важно столь важен тот путь пока топа что именно то что меняет жизнь человека это не то к чему мы придем а путь по которому потом найти в еврейском понимании до покаяния да это время изменения это не просто ты раз изменился то есть это только начальная точка а это время когда мы вся вся наша жизнь отрезок жизни к чему мы идем это время когда мы меняемся и преображаемся это первое и второе для бога важно то что ты оставляешь потому что то что ты оставляешь себя связано с нашей жертвой и ценой это очень важный момент это что мы оставляем это связано с ценой и решением это цена для бога помните книжник говорит и шоу а я хочу за тобой пойти вот везде куда бы ты не пошел все иду за тобой но господи хорошо у тебя хорошее желание но ты должен начать что он сказал а лисицы имеют норы птицы думаю наоборот чтобы не сказать эти птицы гнезда лисица мне негде голову преклонить он сказал что это нелегкий путь я думаю может где-то где он потерялся тут ну фарисей да там вот как-то я смотрю нету его вот как-то вот захотелось но он по он понял что это не так то просто да это может быть жить это в палатках там или не всегда ты можешь себе приготовить кофе любители вот поэтому это непросто и написано что он пропал его нигде нету второй тоже помните ученик тоже спросил боже я за тобой пойду сто процентов но позволь мне сначала справиться там похоронить там отца все на что еще он сказал ему он сказал пусть мертвые этим занимаются а ты бери иди за мною это же он пропал я вот смотрю его не может где-то он появился там может быть в в апокрифах там дальше он появился и помните о богатом юноши который господи я так хочу быть на небесах так хочу господи но не проблема исполняю заповеди исполняю все до конца там у возлюбитом господа там самые такие ближнего дает исполнять но теперь возьми раздай имение написано что он что обрадовался опечалился почему потому что в то что он выложил или сделал вклад в свою жизнь это была его цена это было прилеплена к нему потому что он этим занимался долгое время поэтому важно то что ты оставляешь а оставлять всегда сложно всегда сложно и это вот цена перед богом и интересно что меняет жизнь человека тоже да никто к чему он пришел а то к чему он идет это путь который связан с нашей верой и часто этот путь он непонятен на эти помните на примере жизнь марии помните я проповедовал о марии да и когда пришел ангел божий он известил благую весьма но до мире извести благую весь за том что ты начнешь ради найти это было непонятно для нее поэтому иногда путь он он где-то непонятен но помните что она сказала на складки слова я не знаю как это произойдет я не знаю но я принимаю это слово потому что этот путь он связан с верой и часто нам непонятно что как почему есть много вопросов больше чем ответов и сказать это что сказала мир я не понимаю но я принимаю это слово это очень важно и в итоге немного позже знаете господь сказал авраму конкретно какая земля его ожидает да он это прописано в книге бытие 15 глава 18 стих в этот день заключил господь завет с авраамом сказал потомству твоему даю я землю сию от реки египетской до великой реки ефрата и знаете интересно что за наше служение богу получат вознаграждение наши дети даже если мы что-то не увидим или не войдем куда-то но за служение богу за авраама служение богу дату служил получили благословение на дети вошли и получили то что сказал господь это как бы в первое и второе да не важно точка назначение важен путь по которым мы идем не важно то что мы оставляем это цена для бога и только это меняет нашу жизнь поэтому пусть господь вас благословит шаббат шалом дорогие друзья и